Людям, которые нас смотрят, больше всего интересно знать ответ на вопрос, когда вернется Донбасс. Можно ли его вернуть мирным путем, как Медведчук хотел и пророссийские политики внутри Украины на условиях особого статуса. К чему это привело, да? Можно ли его вернуть военным путем? Может быть, может ли быть такое, что Россия отстанет или как-либо еще? Твой прогноз по Донбассу? Ну, я сразу скажу, что я давно так считаю, у меня мнение не меняется. Я считаю, что в обозримом будущем Донбасс не вернется в состав Украины, если в принципе вернется вообще когда-нибудь. Я об этом сразу писал, что это делают преступный банклав в составе Украины, по сути. То есть мы знаем примеры Приднестровья, это не единственный пример. С Донбассом история та же самая, до данный момент она усугубляется. Я считаю тем, что даже тот же самый Путин, который изначально унашивал другие планы, как сейчас модно говорить, но что-то пошло не так. Он сам не знает, что с ним абсолютно делать, как выходить из этой ситуации. Это либо можно сравнить как чемодан без ручки, либо я бы сравнил бы ситуацию, как дурак вошел в лифт, сжег все кнопки и потом поехать не может, не выйти не может. Вот Путин находится примерно в такой же ситуации. Изначально он планировался всем подробным. Более того, оставить его, как ты сейчас говоришь, он просто не может, потому что это будет означать для него, мягко говоря, репутационные потери. То есть, а если не мягко говоря, то он себя покажет просто проигравшим. Вот, поэтому он выйти не может. Как это решить и договориться, я тоже, в принципе, никакого не представляю. А аннексировать, по примеру, Крыма? Нет, он аннексировать, по примеру, Крыма его не будет. Первое, потому что, что ему мешало сделать это до того, Крым, мы помним сразу практически, стал российский. Они провели референдум так называемый, либо вы включили его в состав. Донбасс, мало того, что никто не собирается включать в состав, сколько бы там ни орали в самом ДНР. Я скажу больше, ЛНР и ДНР на сегодняшний день даже не являются признанными, даже Россией. Как признанные, допустим, Абхазия и Северная Осетия. Поэтому никто это делать не будет. Зачем ему Донбасс, ли Путин, по сути, не знает, что делать сейчас с Крымом? Они построили за огромные деньги Керченский мост, который никто не верил, что его построят. И сейчас эксперты по-разному говорят, не факт, что он долго просуществует. Они не знают сейчас, что делать с водоснабжением абсолютно. То есть ему непонятно, как кормить Крым сейчас. И в России эти недовольства тоже время-двремя не растут у населения. Вот Донбасс, я тоже напомню, Донбасс был всегда дотационным регионом. Это, кстати, одновременно является и ответ на предыдущий вопрос о том, что потерял ли что-то Ахметов. Потеряв Донбасс, ничего, потому что основные все активы, которые у Ахметова были в Донбассе, то есть это металлургические комплексы, это шахты, они все были убыточные, датировались от государства Украины. Поэтому изначально Ахметов хотел дальше, чтобы это все датировалось, и свои донецкие элиты, когда все это устраивали, способствовали так называемой русской весне, и думал, будет управлять. Также потом хотел Путин, когда он уже по полной в это включился летом 2014 года. Они хотели нам втолкнуть Донбасс на своих условиях, и при этом, чтобы Украина его датировала. Сейчас, естественно, Донбасс вообще наполовину разрушен. Там сильная экологическая катастрофа, о которой многие предпочитают сейчас не вспоминать, то есть это затопление шахт, то, что эту воду не такая уж или подтопление. И поэтому Путин хочет его сейчас точно так же втолкнуть, опять же, на своих политических условиях, но чтобы восстанавливался он за деньги Украины, возможно, в том числе и Запада.